друзья всем привет меня зовут наталья и напоминаю что мы вяжем кофточку для малыша на возраст два с половиной три годика регланом сверху чтобы связать вот такую горловинку у меня на канале подробный мастер-класс я сейчас выскочит подсказочка можете пройти по ней и там подробно полностью я вот по рядам шаг за шагом вижу вот эту горловину вот непосредственно вот эту в мастер-классе после того как вы ее свяжите уже дальше вот сегодняшний мастер-класс будет посвящен вязанию ростка и мы вывяжем с вами еще рекламные линии то есть горловинку вы вяжете по тому мастер-классу а дальше уже сегодня я вам объясню покажу как дальше вы вязать росток и регланные линии на спицах у меня 92 петли изначально набранные так они сейчас и остались это повторю на возраст два с половиной три годика я вижу кофточку так и теперь давайте объясню что дальше нам делать какие произвести расчеты как распределить петли все все вот это сейчас вам расскажу вот так я изобразила схемку вот они 92 петли всего на спицах это вместе с кромочными полностью все петли теперь смотрите чтобы нам распределить петли на спинку перед и рукава как это делаю я все делают это по-разному я вам расскажу свой способ как я именно вот деткам допустим распределяю смотрите 92 петли на регланной линии я пустила по одной петельки то есть всего четыре петли у нас будет задействована вот я их отнимаю эти четыре петельки остается восемьдесят восемь петель как правило девочки дальше вот это количество делит на 3 но там получится примерно где-то 29 петель запятая еще цифры вот эти по логике 29 петель они потом делят на рукавчики на два рукава но получаются как правило деткам сильно широкие рукава поэтому я уже по практике по своей знаю примерно исходя из пряжи сколько примерно петель нужно мне оставить на рукава вот поэтому сразу я по 10 петелек оставляю на рукава без всяких расчетов вот конкретно допустим для такой пряжи для такого метража примерно по 10 петель на этот возраст будет нормально и я от 88 отняла вот эти 20 петель который пустил на рукавчики у меня осталось 68 петель теперь вот эти 68 петель я делю пополам получаем по 34 петли это на спинку и перед но мы будем вывязывать росток и когда мы вывяжем весь росток у нас на спинке петли прибавится то есть если мы так и оставили бы 34 34 здесь бы еще добавилась у нас 8 петель и у нас спинка получилось бы ну прилично шире передней части поэтому что я делаю я от 34 отнимаю вот эти 8 петель которые у нас прибавятся получаю 26 вот они эти 26 петель на спинке а к передней части вот эти 8 петель я прибавляю то есть здесь будет 42 петли это по 7 петель у нас пойдут на планочки и по 14 петель на полочке вот они 42 петли после того как мы вывяжем росток у нас добавится здесь 8 петель соответственно у нас на спинке получится 34 петли разница между спинкой и передом будет 8 петель но опять же смотрите у нас две планки по 7 петель планка накладывается 1 на 1 соответственно вот эти 8 петель но тут не 8 получится 7 петель компенсируется у нас потому что планка 1 на 1 наложится и примерно у нас спинка с передом сравняются вот таким вот образом я рассчитываю петли надеюсь что я смогла вам доступно объяснить мой метод теперь нам нужно повешать повесить маркеры 7 петель я отделила планки дальше смотрим 14 петель это полочка регланную линию я выделила вот она одна петелечка маркерами дальше 10 петель рукава снова регланная линия выделила маркером вот она на дальше 26 петель спинки снова регланная линия выделена вот это дальше 10 петель рукава и еще одна регланная линия и полочка ну и планка весь то есть вот таким образом я распределила вязание и и теперь чтобы нам начать вывязывать росток нам нужно вернуться вот в эту точку то есть вот так если мы будем смотреть нам нужно прийти вот сюда вторая регланная линия перед спинкой которая до регланной линии нам нужно остановиться то есть вот у вас связана горловинка и вы просто начинаете дальше вязать до той регланной линии давайте вместе начнем планочку мы провязываем платочной вязкой как и вязали здесь пока никаких прибавлений делать не нужно мы просто провязываем перебрасываю маркер и дальше вяжу я просто лицевыми петлями сейчас я вяжу полочку доходим до 1 регланной линии и мы просто ее провязываем лицевой без всяких прибавок без всего просто вот я ее провязываю и провязываю петли рукава так и довязываю до 2 регланной линии вот довязала теперь мы начнем вывязывать с этой точки росток так росток смотрите как я распределила петли на росток вот они идут по рукавам две петли 2 3 и 3 с этой стороны также то есть мы сейчас начнем вязать вот с этой точке сделаем прибавку провяжем регланную линию сделаем прибавку провяжем петли спинки сделаем прибавку регланная линия прибавка и захватим еще две петли вот сейчас первый у нас ряд таким образом мы будем вязать теперь нам нужно здесь сделать прибавки при бабочки можно делать разным способом как допустим для девочек я часто делаю делаю накид и дальше вяжу с изнаночной стороны этот накид провязываю так чтобы было дырочка то есть ажурная регланная линия но это кофта у меня планируется для сыночка поэтому я дырочек делать не буду я буду делать прибавки из протяжки то есть я беру протяжку так не так так накидываю ее на спицу вот накинула и за переднюю стенку скрещенной провяжу перебрасываю маркер провязываю регланную линию перебрасываю маркер и еще одна прибавка также я набрасываю протяжку так сейчас минуточку нужно мне за заднюю стенку и и провязать вот набросила я протяжку и провязываю здесь уже за заднюю стенку и и и еще точнее я вот хочу более подробно показать как провязывается все таки регланная линия чтобы она получилась вот такой вот аккуратный ровный и давайте провяжем справа от регланной линии протяжку мы захватываем спереди и одеваем на спицу и одеваем на спицу теперь за переднюю стенку мы ее провязываем лицевой провязываем регланную линию и слева от регланной линии мы протяжку захватываем сзади одеваем на спицу вот так она выглядит так я всегда себе здесь так помогаю смотрите спицу вожу и перебрасываю вот туда чтобы легче было захватить заднюю стенку и за заднюю стенку провязываю все дальше вижу вот таким образом провязываю вяжется регланная линия делаются при бабочки вот такие аккуратные они в итоге получаются и дальше продолжаю вязать петли спинки до следующей регланной линии такие прибавки мы будем делать постоянно по всему вывязыванию регланной линии вяжу лицевыми петлями дальше до вся кофточка лицевыми петлями будет связана вижу дальше до следующей регланной линии и снова набрасываю протяжку провязываю за переднюю стенку перебрасываю маркер регланной линии лицевой маркер перебрасываю протяжка за заднюю стенку и теперь нам нужно захватить вот эти две петли которые я говорила то есть провязать 2 лицевых провязали вязание разворачиваем дальше в обратном направлении мы будем вязать изнаночными петлями первую петлю мы снимаем вместе с вот с ниточкой с накидом вот таким образом сняли и дальше вяжем изнаночные петли то есть все петли мы просто вяжем изнаночными до так захватывая теперь с другой стороны также две петли так вяжем петли спинки так вот так Довязала до регланной линии, маркер перебрасываю, регланная линия изнаночной, маркер перебрасываю. Так, и здесь теперь нам нужно 2, 4, 6, 8, 10. Так, вот смотрите, первая петля, это у нас петля была прибавка, мы ее провязываем, и 2 петли мы еще захватываем. 1, 2. Должно здесь у вас остаться 8 петель. 2, 4, 6, 8. Разворачиваем вязание. Вот мы теперь остановились здесь. Давайте ближе покажу. Вот в этом месте. Теперь пойдем в обратном направлении и захватим следующие 2 петли. Снимаем первую петлю, вот смотрите, вот таким образом. Вот сюда у нас спица пошла и в саму петлю. Сняли. И дальше продолжаем вязать. Делаем прибавку. Так, опять я не с той стороны. Вот таким образом. За переднюю стенку. Лицевая петля. Прибавка. Петли спинки. Далее. Так. Так. Вот. дошли до следующей регланной линии прибавка регланная линия прибавка и теперь здесь как я и говорила нам нужно захватить следующие 2 петли если сложно ориентироваться смотрите у вас должно остаться 6 петель в конце 2 4 6 то есть вот эти вот все петли нужно провязать вяжем лицевая лицевая теперь вот она петля после разворота у нас было когда мы снимали накид и петля мы их провяжем вместе лицевой вот провязали вместе лицевой так 2 4 6 и еще две петли 1 2 разворачиваем вязание теперь мы будем вязать вот из этой точки в обратном направлении теперь с этой стороны две петли мы захватим все тоже самое петлю снимаем вместе с накидом с ниточкой и вяжем весь ряд это четвертый у нас ряд в обратном направлении просто изнаночными петлями довязываем и так захватываем две петли в конце еще лишнее и вот я довязываю четвертый ряд так изнаночная 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 здесь тоже мы петлю снимали с накидом мы ее вместе провяжем изнаночной и тут тоже смотрим чтобы нас осталось 6 петель 2 4 6 то есть две петли вот эти которые вам говорила мы их довязываем разворачиваем вязание будет 5 ряд снимаем лицевую петлю вместе с нижней петлей и вяжем дальше вяжем дальше делаем все то же самое лицевой ряд у нас здесь идут прибавки так делаем прибавку до регланной линии регланная линия и после регланной линии так и провязываем петли спинки так и вот дошли дали до регланной линии снова делаем прибавки регланная линия прибавка и теперь нам нужно захватить следующие 3 петли вот они 3 петли следующие то есть должно остаться 3 петли уже у нас в конце вяжем лицевые петельки вот она петля с накидом мы и провязываем лицевой и еще три петли 1 2 3 шестой ряд разворачиваем вязание снимаем изнаночную петлю вместе с накидом и вяжем весь ряд так же как и мы вязали изнаночными захватывая теперь уже с этой стороны 3 петли провязали мы 6 рядов и седьмой ряд мы будем вязать мы остановились вот здесь теперь теперь мы пойдем лицевой лицевой у нас ряд идет сделаем тут прибавки здесь прибавки как и делали и будем вязать просто лицевыми петлями до конца ряда полностью до конца ряда вместе с планкой на этой регланной линии прибавки делать не нужно до вяжем до сюда так ну и ладно сейчас вам покажу дальше пока просто этот ряд идем лицевыми петлями делаем прибавки только вот на спинке на регланных линиях также мы лицевую петлю снимаем вместе вот с нижней и пошли вязать окно тут думаю понятно сделаем здесь прибавки спинку провяжем здесь прибавки сделаем рукавчик провяжем полностью регланную линию полочку и планку все довязываем и останавливаемся пока вот я довязала весь ряд до конца переворачиваю вязание и теперь нам просто нужно будет вернуться по изнаночной стороне изнаночными петлями в начало вязания то есть пройти полностью весь ряд и мы вернемся в начало вязание для того чтобы вывязывать уже просто регланной линии росток будет вывязан теперь я вот этот ряд дойду и дальше вам расскажу и вот такой росточек у нас получился вот он по спинке идет широкий и плавно уходит у нас он вот сюда передней части надеюсь могла доступно вам девочки все рассказать объяснить если что спрашивайте в комментариях постараюсь еще более подробного как-то объяснить теперь что мы делаем дальше мы дальше начинаем вязание вот сначала ряда как мы вот сюда пришли в начало ряда отсюда и начинаем теперь будем делать прибавки мы во всех четырех регланных линиях все то же самое как мы их делали так и будем делать начинаем вязать делаем при бабочки при бабочки прибавки 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 с изнаночной стороны мы просто провязываем все изнаночными следующий лицевой ряд с прибавками изнаночный без прибавок дальше довольно все просто я думаю тут не стоит уже дальше с вами вязать я надеюсь что тут все понятно начинаем вязать планочка так полочка забыла название при бабочки рукав при бабочки ну и так далее дальше петля под пуговицу будем делать через каждый 8 сантиметров ряды я не стала отсчитывать я мерю сантиметром водочки вижу такую же кофту 8 сантиметров отмерила сделала петельку еще 8 отмерила сделала петельку вы можете здесь делать любую высоту в любую разницу между петлями это сугубо личное дело я решила делать 8 сантиметров вот ну в общем теперь дальше вывязываем регланную линию да еще не сказала регланная линия по длине вот по передней регланной линии не по спинке вот они у нас двери регланной линии спинки что-то я сегодня заговариваюсь а вот по передним регланным линиям мерим когда она у вас станет 13 с половиной митера 14 сантиметров останавливаемся все будет связано для этого возраста я обычно вижу 13 с половиной 14 сантиметров регланную линию то есть мы вот от этого бортика где у нас закончилась горловинка измеряем чтобы было примерно 13 половиной сантиметров сыночку я делаю 13 с половиной дочки 14 потому что сыночек у меня похудеет дочь а такая пополнее вот ну в принципе давайте теперь дальше увязывать регланную линию как я движу снова включусь и покажу там дальше что да как регланную линию я вывязала реглан у меня полностью готов так теперь давайте померяем еще раз вот по передней части по переду вот эту регланную мере линию измеряем вот на 13 с половиной сантиметров у меня получилось ну у вас может быть ваш размер смотря на какой возраст вы вяжете так на сегодня я наверное закончу эту часть в следующей части мы будем вывязывать уже подрезы покажу как и вывязать подрезы дальше соединим две передние планочки со спинкой и вывяжем уже непосредственно само как сказать тело туловище изделия до низа это будет во второй части эта часть закончена спасибо всем за просмотр спасибо что вязали вместе со мной и до встречи в следующей части